Девушки отдыхают У нас есть поводы, чтобы вас пригласить и побеседовать Мы, безусловно, поговорим о выставках и о новинках, которые готовят Вятский художественный музей Но вы по секрету поделились со мной еще пару недель назад о том, что у вас рабочая поездка планировалась И она уже случилась И не куда-нибудь Да, а в кувейт Не путать с куветом Да-да-да Это, кстати, шутка среди местных дипломатов Да, не путайте нас с кувейтом Так вот, да, Татьяна Сергеевна съездила в кувейт по приглашению посольства России в этой стране Вот объясните нам, каким образом связаны Вятка и кувейт? Отправная точка – это, конечно, посольство Российской Федерации в кувейте Которое на протяжении, по крайней мере, последних пяти лет особенно активно пытается налаживать именно культурные связи И рассказывать о России именно с точки зрения, наверное, именно художественного искусства Нефти у них дофига А вот с искусством – да Ну, вы знаете, если говорить о, так называемом, традиционном, то есть пытается рассказывать о русском реализме И вот та связь, о которой вы спрашиваете, наверное, она даже удивительным образом из глубины начала XX века происходит Дело все в том, что в 1903 году в России был создан Союз русских художников И будем говорить, что наши имена в Вятске там присутствовали В Союзе русских художников в кувейте? Нет, 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 Союз русских художников в России был создан Вы знаете, это тоже было такое революционное своего рода объединение Потому что это были очень молодые, энергичные художники того периода, которые пытались оторваться от традиций передвижников И тот же Виктор Михайлович Васнецов, с одной стороны, когда мы его начинаем представлять Говорим, что он ходил именно среди, и был среди Представитель передвижничества Да, передвижничества А Союз русских художников начал искать какие-то новые, интересные движения в этом, в новом мире художественном И хотели уйти от такой повествовательной картины, диалога И хотели создать что-то такое, знаете, интересное Ну, будем говорить так, остановились на пейзаже настроения И у нас Аркадий Михайлович Васнецов был в составе учредителей Союза русских художников Виктор Михайлович был действующим членом этого Союза И очень активно, будучи членом Союза И кто создавал некие традиции, это был наш Аркадий Рылов Именно он входил в состав инициативной группы, куда вошли ИОН, Архипов, Грабарь И вот поэтому, будем так говорить, что у нас связь музея, это не очень тесно с Союзом было Мало того, именно Союз русских художников организовал первую публичную выставку В Вятском художественном музее в 1910 году, который, собственно говоря, этот год и стал годом создания И получается так, что было принято решение в 2008 году Группа тоже художников решила восстановить Союз русских художников Создать такое новое творческое объединение Спустя столетия Да, практически спустя столетия Они готовили и было большое в 2013 году событие в Москве Это была большая выставка, посвященная 110-летию Союза русских художников Так вот, по идее, председателем этого Союза русских художников, возрожденного Является третий секретарь нашего российского посольства в Кувете Юрий Дмитриевич Герасимов Вот связь Добрались до соти И вот, еще раз говорю, на протяжении уже пяти лет Они привозят художников на пленеры Они делают выставки И в частности, мне, конечно, была, я считаю, оказана честь Принять участие в выставке, которую наши художники проводили Вперед с 7 по 10 число Вот это была небольшая выставка Но, тем не менее, на выставке присутствовал губернатор Кувейта Ну, там очень интересно, губернаторы там, как бы, если переводить на понимание Шейх? Нет-нет-нет, смотрите, сейчас расскажу Да, он, безусловно, шейх Шейх это, собственно говоря, как бы титул Но, поскольку само государство, в общем-то, в основном представляет из себя столицу Эль-Кувейт Она делится внутри на небольшие образования То есть, как бы мы бы сказали, на наш взгляд, муниципальные районы Так вот, центр, где находится, ну, как говорится, и парламент И, ну, такие, как бы, центральные Административный центр, в общем-то Административный центр, да, сити-центр Вот губернатор этого центра как раз присутствовал на открытии выставки Были представители правящей семьи То есть, была пресса, было достаточно много прессы Но наши посольские все время подчеркивают Чего стоит такое внимание То есть, как тяжело все это начиналось Потому что, ну, как бы, два мира, два культуры Это действительно, наверное, вот точная, наверное, как бы, оценка того Что, как бы, они представляют, как себе мир Как представляем мы И что такое людям, которые видят все время песок и любая зелень Это сложная система Если вы видите какие-то зеленые, там, деревья, пальмы А вообще, роскошеством считается газон То это сложная система орошения То есть, почти под каждое дерево подведена растительная система Потому что это просто песок И вдруг им привозят наши замечательные Русские березки Русские пейзажи Шикарные, просто совершенно роскошные Наши леса, поля И вот сейчас и уже спустя, получается, пять лет вот этой работы Я видела, что только началась выставка Практически сразу побежали и начали вешать такие красные листочки Что все продано То есть, что вот эта работа никуда не уходила То есть, ее покупали Ну, вот я вам могу сказать, что, наверное, процентов 70 тех работ, которые художники привезли Они были раскуплены Удивительная, конечно, вещь Потому что перед отъездом еще был у нас заезд посольства Уже выставка сворачивались Ребята, как бы, художников там было У нас было 10 человек Вот два руководителя музеев Причем второй руководитель Это был директор Донецкого художественного музея То есть, это вот посольство отдавало в какой-то степени данию Уважение Донецкой Народной Республике И вот восемь художников, которые входят в союз Состав Союза А что это за художники? Давайте немножко о них расскажем Они из разных городов? Они из разных городов, да И я бы даже сказала, что кировчане с некоторыми знакомы Как, например, с Виктором Орловым была большая его выставка Сергей Гавриляченко, народный художник России Приезжал, проводил здесь мастер-классы И это были замечательные встречи, все отмечали Валерий Страхов Очень много делают народные художники Валентин Сидоров, братья Алексея и Сергей Ткачевы Андрей Дареев Вы знаете, наверное, это как-то основной принцип союза нового Хотя говорят, что они по-прежнему традиции все соблюдают Это те самые художники, которые, проводя выставки Не показывают ранее написанные работы То есть если выставка союза художников проходит, русских художников То это только написанные специально, то есть нигде не показанные работы Эксклюзивно для этой выставки Да, да, да Либо эта работа никогда, нигде больше не показывалась То есть только вы видите работу, показанную только исключительно для вас Это очень важный, кстати, и очень сложный принцип работы Все прекрасно знают, что какие бы большие выставки там ни делались Да, есть какой-то раздел там работ Но в основном художники представляют и ранее написанные работы Как бы вы не вынимая их даже из частных коллекций Если кому-то чего-то дарили, собирая А вот здесь вот это вот достаточно сложно То есть вот точно вам могу сказать, что то, что в Кувейте увидели посетители выставки Это было написано, в общем-то, вот специально для этого Поэтому, может быть, зная об этом, так активно и покупалось То есть можно сказать, действительно, эксклюзив Ну вот сейчас кувейтские олигархи ходят друг к другу в гости Кувейтские шейхи Шейхи, да, рассматривают картины, привезенные русскими художниками Вот, смотрите, купил, да Ну, вы знаете, наверное, наверное, как для нас бы показалась экзотикой Да, безусловно, в какой-то степени, наверное, и эта экзотика Я просто честно вам говорю, что восхищена работой посла нашего, его супруги Елены Александровны Потому что это настолько патриоты с большой буквы нашей Родины И что, несмотря на то, что это сложные отношения со странами Ближнего Востока Это непростые отношения, связанные с ситуацией в Сирии И, собственно говоря, там в этих странах, я думаю, я никаких секретов не открываю Очень серьезное влияние американских течений, направлений дипломатии Нам действительно там очень непросто И это надо обладать просто какой-то потрясающей настойчивостью в продвижении своей Родины И через, вот, показать прекрасную нашу Родину через работы художников Это вот колоссальнейший труд И я вот только могу сказать, что я счастлива, что мне судьба подарила возможность познакомиться с этими людьми Наверное, пообщавшись, да, тем более, что я бы так сказала Вот маленькая деталь У Алексея Владимировича, нашего посла России, есть две большие государственные награды И все они боевые То есть он служит вот в этих местах, в Ближнем Востоке То есть это все И как-то, знаете, после этого сериал «Спящий», который сейчас так активно обсуждается И очень много спорного Вот, поверьте, смотрится уже совершенно по-другому И пообщавшись, начинаешь понимать, да, насколько непроста с точки зрения работы, вот, служба дипломатов Тем более, очень тяжело, как бы, было воспринято во всем дипломатическом сообществе Например, вот та же трагическая смерть посла в Турции И тот же эмир Кувейта, надо отдать тоже должное Уважая нашу страну, ну, будем так говорить Нас, говорит, просто как-то обложили, нас охраняли с утроенной, с четверенной Что мы уже потом просили Спасибо огромное за уважение Но как-то разблокируйте эту зону Для нашей российской миссии, видите, я думаю Приезд россиян и русских художников И картина тоже такой кусочек родины Для них тоже очень большая такая отдушина Нам нужно прерваться, друзья, буквально на минуточку Мы возвращаемся в эфир, это Дневной разворот Владимир Сметанин, Юлия Афанасьева Говорим мы сегодня с Татьяной Сергеевной Мазур Директором Вятского художественного музея имени Воснецовых В первой части программы мы говорили о том Как же связаны Вятка и Кувейт Как связано российское искусство со страной Которая занимает пятое место в мире по ВВП на душу населения Вот, Татьяна Сергеевна Почему ты именно на этом акцентировала внимание На пятое место в ВВП Это очень круто Просто меня поражает население Там три с небольшим миллиона человек Как два района Кировской области Да, и площадь как два района Кировской области Вот такое государство, пятое место в мире Государство удивительно тем, что коренного населения Порядка 800 тысяч всего А все остальные жители, ну, будем так говорить Это те люди, которые, ну, обслуживают, будем так говорить Коренное население Практически каждая семья имеет слугу И степень социальной защищенности у ребенка начинается с момента его рождения Он получает пособие за то, что он родился Учаясь в школе, он получает стипендию Выбирает любой университет в мире И ему государство оплачивает проживание Оплата обучения, стипендия Ну, практически все они, конечно, возвращаются на родину Так что страна действительно пятое место Ну, давайте мы-то будем патриотами нашего государства Вот что творит нефть Так, а мы вопрос с тобой не озвучили Ой, да, ну, у нас такой, между прочим, он такой вопрос Прокировские музеи, мы вас спрашиваем Как часто вы их посещаете? Соответственно, часто, редко, либо вообще не посещаете? Вы можете голосовать на нашем сайте Hacker.ru, либо в нашей группе ВКонтакте Ну, давайте ВКонтакте, из ВКонтакта могу озвучить Предварительные данные Редко посещают те, кто проголосовал 70% выбрали именно этот вариант ответа Вот, Татьяна Сергеевна Мы уже с вами выяснили, да Как связано вообще искусство и Кувейт Вы говорили о Русском Союзе художников Есть ли там кировские художники? Ну, будем так говорить, что пока кировских художников там нет И это стало как раз, будем так говорить, темой наших переговоров С руководством нынешнего возрожденного Союза русских художников У нас предварительная договоренность есть о том, что в ноябре 2018 года, в наш юбилейный год, связанный с юбилеем Виктора Михайловича Все очень здорово ложится, они сделают нам большую выставку И во время приезда, я думаю, что были договоренности о том, что руководство нам обещало посетить Вятку раньше Мы познакомим их с Союзом художников нашим с отделением Вятским региональным Потому что они активно ищут среди молодежи пополнение своих членов Новую кровь Да, да, новая кровь Тем более, что, будем так говорить, это немножко отличается от традиционного Союза художников Потому что все те, кто входят в так называемый Творческий Союз русских художников Я бы назвала больше творческим Это прежде всего те, кто действительно придерживаются вот этой темы пейзажной живописи, реалистичной живописи Они тоже являются членами Союза художников России И мы надеемся... А в чем их миссия? Миссия как раз в том, что распространению произведений русского искусства Именно пропагандирующих, прежде всего, пейзажное направление в живописи Русскую природу Русскую природу, да Там, конечно, есть и варианты, что, безусловно, и портретная живопись присутствует Но в основном, в основном, это, конечно, живописцы, которые пишут именно пейзаж И что самое, наверное, по поводу вашего опроса, обидного немножечко, конечно Это не мы Нет, я говорю обидного для меня, например, как для директора Знаете, наверное, вот так получилось, что вот сейчас у нас октябрьские дни Каких-то революций, событий Мы тоже недаром назвали нашу сегодняшнюю выставку, которая в музее «Революция в искусстве» Ведь Союз русских художников просуществовал с 1903 по 1923 год То есть вот она пошла смена тоже Не нужен, наверное, был уже пейзаж такой реалистичный, да Потребовалось все-таки что-то такое новое И подхватили, собственно говоря, вот эти, будем говорить, это объединение Приемником, что ли, стала ассоциация, знаменитая ассоциация художников революционной России И вот, кстати, на выставке сейчас у нас среди того авангарда, который представлен, да, есть работа именно вот этой ассоциации художников Мне очень жаль, что, как-то правильно это высказаться Вот сегодня мы решили провести небольшой такой, знаете, эксперимент, комплексная выставка, я считаю, их две Императорская Россия и революция в искусстве Но вы вообще соединили, вот взяли и соединили и императорскую Россию Несоединимое Замечательно, что вы это чувствуете Мы как раз соединили несоединимое Почему? Потому что если вы проходите по выставке императорская Россия И одновременно идете в залы, где представлена авангардная живопись 20-х годов Вы понимаете, какой был колоссальный культурный слом Что кто бы что ни говорил про революцию октябрьскую 17-го года Это ведь событие действительно российское, но мирового масштаба И вот почувствовать слом именно, наверное, надо вот придя туда Но еще бы вам помогло почувствовать все это острее Если вы посмотрели, дорогие друзья, я не только ведущих приглашаю Слушатели Слушатели обязательно В музее сейчас цикл лекций идет внутри императорской России Причем она называется династия Романовых и Вятка Век 19-й, век 20-й И вот, например, 26-го числа Под замечательным девизом Ты должен узнать страну, которой будешь управлять Будет рассказываться о пребывании цесаревича Александра в Вятке И о причинах отставки нашего Тюфяева Который вроде бы как бы был... Губернатора, да? Губернатора, да-да-да Это знаменитое путешествие, да? Будущего императора Когда он заезжал к нам А кто лекции эти ведет? Лекции читает... Поскольку наш проект совместный с Государственным архивом Кировской области Читает начальник отдела использования архивных документов Артем Владимирович Маркелов Это кандидат исторических наук, член Союза писатель России Знаем Артема Владимировича, конечно Знаем Артема Владимировича, и первая лекция была очень успешна, 19-я Я всех приглашаю 26-го и 2-го ноября посетить И вот выставка тогда воспринимается по-другому Мне кажется, что, наверное, надо научиться приходить в музей не только просто созерцать А может быть что-то унести вот такое новое То есть с лекции зайти в зал и почувствовать, еще раз говорю, уже по-другому И как раз вот это несовместимое Потом заглянуть в залы, где авангард Причем хочу сказать, что мы наконец-то авангард собрали в музее У нас настолько востребован, что мы специально постарались вернуть из федеральных музеев работы Родченко, Кандинского, чтобы они показать их сегодня нам Поэтому я очень настоятельно рекомендую прийти, прийти в музей на лекцию Прийти в музей, почувствовать, что такое все-таки настоящая революция Не только в искусственную жизнь любого человека А во сколько 26-го числа к вам прийти? 26-го, 18 часов мы вас ждем у себя в гостях Возрастное ограничение, обязательно сказать Я бы сказала так, что, наверное, все-таки это для старшеклассников, вот начиная Потому что 16 плюс, наверное, да, было бы интереснее так Поэтому приходите и в музей чувствуйте вот эту вот потребность в том, чтобы надо иногда прийти И я считаю, музей это отдушина Вы придете, отдохнете душой И тогда вот на вопросе, я думаю, у нас цифры поменяются А Татьяна Сергеевна, вот про обидный опрос У нас сейчас такое время, когда народ новости читает в Телеграме Телефон уже стал продолжением руки Ну то есть мы привыкли по-другому употреблять информацию По-другому получать информацию В принципе, по-другому взаимодействовать с окружающим миром Юль, прости, я тебя привыкла, ты можешь не объяснять это, Татьяна Сергеевна Она сама очень активный пользователь и потребитель этого всего Я имею в виду продолжение руки телефон Вот, собственно, я о чем хочу спросить Каким образом, может быть, какие-то новые способы, новые каналы коммуникации вы используете, чтобы привлекать людей в музей? Либо вообще какие-то совершенно новые форматы подачи материала? Ну, мы действительно бьемся над тем, чтобы прежде всего привезти в музей Вот это самое поколение, у которых продолжение руки-телефон Поколение клипового мышления Да, да, да Я не считаю, что это плохо Действительно, это другое время Это просто наша жизнь Да, это наша жизнь Поэтому, наверное, так и для нас важен сегодня тот проект, который мы делаем Это проект «Вятка глазами художников» Он интерактивный, он с применением последних технологий Нам приятно, что с нами задействованы Вятские государственные университеты То есть с нами близкие ребята, которые все это творят Тут наш сейчас специалист находится на фестивале молодежи и студентов В Сочи В Сочи, да У нас Софья Александровна Кулешова, руководитель проектно-коммуникативного отдела Как раз представляет И вот там она, по крайней мере, отписывалась Мне говорят, слушайте, говорит, ну, производит реальный фурор Потому что это действительно интересно И, понимаете, через вот этот же... И губернатор наш там был ознакомлен с этим Вы знаете, заглядывая, заглядывая, да Казалось бы, через тот же телефон, через тот же айфон, там, планшет Но, мне кажется, ты все равно заставляешь человека попытаться увидеть это настоящее То есть, да, ты видишь это изображение, да Но прийти, увидеть и насладиться То есть, увидеть, например, как кладет мазок мастер Да, как краска позволяет высветить какие-то... Ну, того же Айвазовского, ну, можно посмотреть на картинки Но постоять у картины, почувствовать, что это... То есть, хотя бы через вот это привлечь человека сюда, в музей Посмотреть на настоящее искусство Почему, наверное, все большие музеи В том числе, я считаю, и наш музей Никогда не откажутся от так называемых постоянных экспозиций Где все самое лучшее, понимаете? То есть, у вас есть возможность прикоснуться к самому лучшему А чтобы дойти до этой постоянной экспозиции Наверное, такие проекты нужны Чтобы молодой человек, да, мог... Мы, надеюсь, в ночь музеев попробуем такой квест сделать А чуть поподробнее мы... Чуть позже, вернее, поговорим о том Ну, то есть, я не знаю Даже вот с точки зрения управленческой Первый шаг, который был Проектно-коммуникативный отдел Это проектный отдел Проектный отдел, который должен был собирать все самое интересное Выдумывать новые какие-то проекты Поэтому мы активно участвуем и в конкурсах И вот наша победа у Потанина Я вообще считаю, это очень такой серьезный шаг вперед Все время думаем, как сделать так, чтобы музей был интересен Наверное, надо уходить от формата Повесили картину, ну, придут и придут Нет, нужно активно работать, просвещать, я бы так сказала Рекламную паузу давайте сделаем прямо сейчас полторы минуты И продолжим наш разговор Мы возвращаемся в эфир Это дневной разворот Владимир Сметанин, Юлия Афанасьева Наши гости Татьяна Сергеевна Мазур Директор Вятского художественного музея имени Воснецовых И во второй части программы мы поговорим Про ночь искусств Да, замечательность российская Теперь ставшая ежегодной акция Ночь искусств Не путать с ночью музеев Не путать с ночью музеев, как я пытаюсь иногда Потому что музей у меня сейчас на первом месте А вообще в эту акцию уже на протяжении трех лет включаются все учреждения культуры Это очень здорово Поэтому для нас очень важно, чтобы вы пришли именно на ночь искусств в наш музей Девиз акции Давайте обозначим когда сразу Да, сейчас обозначим Значит, акции всероссийская Еще раз повторюсь И у нее общий девиз «Искусство объединяет» И, соответственно, проходит она 4 ноября 2017 года В День народного единства Но мы для себя немножко не то, что другой девиз выбрали Мы его уже выбрали, когда открывали нашу выставку замечательную Революцию в искусстве У нас даже до сих пор Мы ждем, чтобы увидеть наш замечательный транспарант Вся власть искусству Здесь мы хотим, знаете, вот как раз говоря о формах новых Мы хотим опробовать новую форму Я так вот коротенько Потому что мы хотим попробовать арт-баттл Хочется показать, что не только словами Молодежь сейчас уже Она сейчас именно на эти словечки реагирует Нет, мы, конечно, будем, как говорится Мы художественные музеи Сразу Оксимирон вспоминается Нет, мы решили показать возможности Именно художественного искусства Естественно, что тема молодежная И мы готовим это внутри нашей ночи искусства Вместе с художественным училищем нашим Мы пока всех тайн открывать не будем Приходите В чем заключается баттл? Ну, баттл это, я считаю, тоже такое сражение Двух групп, двух команд Что делать-то они будут? Ну, что может делать учащийся художественного училища? Кидаться красками? Нет Они будут рисовать и доказывать своими произведениями Что же такого революционного, замечательного они делают Мы, еще раз говорю, приходите Мы пока не будем открывать всех таких наших фишечек разных Я даже смотрю на сайт, что-то еще анонса нету Или есть? Нет, пока Держите в тайне еще Пока, да, вы, по сути дела, первыми, кто мы Открываем какие-то маленькие наши тайны Ну, наша, как бы, наша ночь все-таки посвящена Действительно вот этим революционным событиям Так что у нас немножечко И поскольку это все проходит в пространстве выставки Революция в искусстве, императорская Россия То есть, все-таки, знаете, революционная такая направленность Поэтому открывать мы будем ее Историю одного революционного шедевра Тоже пока не расскажем какого И есть возможность также в этот день Артем Владимирович по нашей нижайшей просьбе Будет такую, знаете, обобщающую лекцию делать Как бы у него же сейчас цикл из трех лекций Здесь вот такое будет некое обобщение Я хочу сказать, что Я, наверное, даже какое-то сейчас время назову Чтобы режим, чтобы вы знали В принципе, музей 4 ноября откроется со смещением во времени Он откроется в 15 часов, мраморное здание Запоминайте С 15 часов Вы сможете прийти и просто походить по музею Посмотреть, он будет открыт бесплатно Если вы захотите принять участие в наших мероприятиях То мы, конечно, на площадке на нашей главной мраморного здания Ждем вас в 18 часов И там уже начнется программа Потому что это выходной день, напомним Да, выходной день Четвертая и пятница И до 10 часов, чтобы вы знали Что окончание программ в 10 часов Выставочный зал и музей-усадьба Хохрякова Тоже приготовили для вас программы Но они начнут работать с 16 часов Там сразу начнется программа Так что милости просим Очень интересное Хотелось бы пригласить Вот у нас на этой неделе целая такая серия открытий 25-го в выставочном зале открывается Дизайн и друзья Плюс друзья Это посвящено 15-летию Союза дизайнеров Кировского Будет очень интересная выставка И одновременно 26-го Как бы так вот вместе в залах будут проходить эти выставки А 26-го будет открываться выставка Самого нашего замечательного Любимого многими Анатолия Беликова Заслуженного художника России Его многие знают Это юбилейная выставка 70 лет Этому замечательному человеку Поэтому программа выставочного зала На четвертое так и назвала Искусство плюс дизайн Будет, естественно, большой арт-базар Потому что и дизайнеры планируют нынче Что-то такое показать нам Необычное в продаже Будут делаться специальные арт-паузы Это когда будут вместе с кураторами Проходить по выставке люди Это вот традиционно каждый час Ну, безусловно, конечно, мастер-классы Будут большие фильмы О дизайне можно будет посмотреть Ну и традиционный концерт Небольшой Пока тоже Музыка все-таки будет Музыка будет обязательно Я хотел спросить про музыку Ну, как выставочный зал Без музыки такого не бывает Ну, и я вам честно хочу сказать Что всех любителей Ну, как бы, нашего краеведения Я очень приглашаю В музей-усадьбу Хохрякова Потому что там программа приурочена Вот 3 ноября В 16 часов мы открываем выставку Посвященную 160-летию художника Хохрякова Николай Хохряков Это действительно один из основателей Наших музеев Мы очень любим этого человека Помним И поэтому будет замечательная история Художественно-краеведческая встреча Из цикла письма Из старинной шкатулки На тему взаимоотношений Вятских династий Машковцевых И Хохряковых Напомню, что благодаря Николаю Машковцеву Мы имеем такую шикарную Шикарную В фондах Все приезжающие восхищаются Откуда в Вятке Такие шедевры Вот благодаря Как раз Николаю Машковцеву Для малышни будет обязательно Ну, собственно говоря И мамы смогут позаниматься И папы Творческая мастерская И декупаж И роспись листьев И что очень здорово Что согласился в этот день Прийти к нам Замечательный Чудесный Любимый мной Особенно заслуженный художник России Сенников Дмитрий Николаевич Если кто-то общался Если кто-то знает Этого балагура Шутника То с 19 часов до 20 У вас будет прекрасная возможность С ним пообщаться Это свободная встреча Как это? Да, свободный формат Да, свободный формат Тем более, что Вы знаете Когда он мастер-классы Для нас проводил Для соцсотрудников По своей выставке Вы знаете Мы не могли разойтись Мы умирали со смеху Потому что каждая работа Это история История такого человека Который рассказывает Так, что стоишь И рот открыв И всегда это с юмором С хорошим Поэтому Дорогие Любимые Кировчане Гости Мы вас Очень сильно ждем Всегда в музеях Мы вас очень любим Приходите на наши мероприятия И еще раз говорю Вы уйдете Отдохнувшими Душой Сегодня век гаджетов Да Я сижу с телефоном Нет ничего прекраснее Прийти и посмотреть на что-то На красоту вживую Пообщаться с людьми интересными Поэтому Всегда рады видеть вас в музее Ну а если заглядывать В ближайшее будущее Все-таки конец года уже В ближайшее будущее У нас Я так немножко С вдохом говорю Потому что Я знаю Что у нас впереди В декабре Очень большая Очень ответственная выставка Называется Большая картина Которая положит старт Юбилейному году Виктору Михайловичу Воснецову 170 лет исполняется Мы ждем в гостях Больших мастеров Больших художников В частности Любавин Это руководитель Нашего Суриковского Института Художественного Подтвердила Желание принять Участь в выставке В открытии выставки Почему большая картина Большая картина Знаете Мы действительно Столкнулись с тем Что люди Соскучились По так называемому Монументальному искусству Знаете Большую картину В прямом смысле То есть в буквальном смысле В буквальном смысле Да То есть условия участия По одной стороне Она должна быть Не меньше двух метров Ого Да То есть мы Хотим Чтобы это было Ну порядка Сейчас ориентирующие 35 картин Пока вот Разговоры ведем Да Ну чтобы вот вы зашли И как говорится И масштабу Как бы ахнули Когда видишь такую картину Сразу чувствуешь Какое-то благоговение Да Самое главное Что чувствуешь Что Есть художники Которые могут Вот так раздвинуть Высоко Широко Рамки Восприятия Живописи Простите Татьяна Сергеевна А мы Вернее музей Он способен Это принять Разместить Это же нужно Так еще Разместить Чтобы это произвело Впечатление Вот мы будем Сейчас над этим Работать Поэтому это действительно Хороший такой Большой экзамен Для нас Потому что Это все Практически Именитые имена Но будут и молодые Художники Еще раз говорю Мы пока Всех секретов Не раскрываем Но это действительно Такое знаете Должно быть Большим событием И мы сейчас Начинаем готовиться Это впервые Такое будет Ну вот вы знаете Наверное Такой формат Да Такой формат Да По сути дела Пробовала Ну как бы Питерцы Тут попробовали Такой формат Им отдали Бывшие здания Конюшни Императорских Конюшен Отдали Музею города И они Как бы делали попытку Но Там немножко Тематика была Другая Как бы Они Я думаю Что туда прежде всего Шедевр Другие помещали У нас все-таки Современные художники Имена такие Которые Может быть Даже некоторые Вместе Никогда не сходились Поэтому Вот с точки зрения Показать И опытных Уже И молодых И в то же время Мы дадим Работы Воснецовых Туда То есть По крайней мере Точно могу сказать Что открывать Это все Будет Наши Нищие Певцы Врябово Посвящено Все-таки Действительно Серьезному Юбилею И она Действительно Большая Очень значимая Картина Знаковая Поэтому Вот Мы к этому Готовимся Очень Для нас Такое Серьезное Испытание Ну что ж Давайте Наверное Еще раз Напомним Когда Кировчанам Можно прийти На ночь искусств 4 ноября Со скольки Значит Наши филиалы Это музей Усадьба Хохрякова И выставочный зал Начну свою работу В 16 часов И начну сразу С программой Мероприятий Те кто захотят Прийти в мраморное здание Могут прийти Уже в 15 часов Начнется Работа музея Но Программа С мероприятиями С акциями Начнется В 18 часов С 18 до 22 Всех гостей Ночи Ночи искусств Ожидает Арт батл Правильно? Все правильно Мы увидим Что же все-таки Это такое Спасибо вам Надея Сергеевна Здание выдержит Здание выдержит После битвы Что художники Не будут сражаться На кистях И палитрах Спасибо вам большое Татьяна Сергеевна Мазур Директор Вятского художественного музея Всего доброго Встретимся в музее На этом завершается Программа Дневной разворот Юлия Афанасьева Владимир Сметанин Всего доброго До свидания